Согласно поручению Владимира Путина, пенсионные фонды должны привлечь 250 миллиардов рублей россиян в рамках программы долгосрочных сбережений. Это что-то вроде замены пенсии. Но граждане деньги в пенсионные фонды не несут. Из четверти триллиона удалось пока собрать менее 40 миллиардов, да и те, по большей части, неживые деньги. О том, почему так, сейчас и поговорим. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июля. С вами Максим Блант и свежая новость дня. По данным коммерсанта, крупные пенсионные фонды привлекли в рамках программы долгосрочных накоплений около 40 миллиардов рублей. Напомню, что программа эта затевалась Минфином и Банком России шесть с лишним лет назад, как новая пенсионная реформа. Она предполагает добровольное накопление гражданами денег на старость. И за участие в ней предлагаются всевозможные плюшки в виде налоговых вычетов, гарантирования вкладов, доплаты от государства и высоких процентов. В конце концов, называть все это пенсионной реформой передумали. Слишком сильные и отнюдь неположительные эмоции вызывает у россиян это словосочетание. Так что теперь это просто программа долгосрочных сбережений, которая начала действовать с января текущего 2024 года. Главный минус программы договора заключается минимум на 15 лет. Главная ее изюмина – возможность перевести в нее индивидуальные пенсионные накопления, которые правительство как заморозило в 2014 году, так и оставило в неразмороженном виде. Причем, если пенсионные накопления граждан формально им не принадлежат, это выяснилось в конце 2014 года, когда у министра финансов Антона Силуанова граждане начали робко интересоваться, когда же, собственно, ждать разморозки, то долгосрочное сбережение – собственность того, на кого они открыты. И значительная часть из подсчитанных коммерсантом 40 миллиардов – это и есть те самые индивидуальные пенсионные накопления, которые граждане просто переписывают в новую программу. В негосударственном пенсионном фонде Сбербанка, который привлек больше половины всех денег – почти 25 миллиардов из 40, живых денег – только 30%, остальные 70 – те самые накопления, с которыми большинство россиян давно уже внутренне распрощались. При этом по поручению Владимира Путина к концу года в программе должно крутиться никак не меньше четверти триллиона. Это те самые длинные деньги, которых так не хватает российской экономики. Почему россияне не несут в пенсионные фонды часть своих доходов – понятно. По нынешним временам 15 лет – это срок, далеко выходящий за рамки любого горизонта планирования, даже у самых отъявленных оптимистов. Так уж страна устроена, что в ней время после Путина не сулит ничего, кроме масштабных потрясений, в ходе которых граждане, как правило, лишаются того, что по неосторожности доверили государству, банку, пенсионному фонду или еще кому-то. А Путину через 15 лет будет под 90, и при всем уважении к отечественной медицине риски слишком высоки. Впрочем, это не объясняет скромности той суммы, которую россияне забрали из индивидуальных пенсионных накоплений и переоформили в новом качестве. В 2014 году в системе было около 2 триллионов рублей. Уж казалось бы, можно было совершить пару нехитрых манипуляций, чтобы получить не деньги, конечно, а новое обещание, но все же хоть что-то получить. Однако интерес ко всей этой истории минимальный, и виновата в этом само государство, которое построило ультрапатерналистскую систему взаимоотношений с гражданами. От россиян требуется громко одобрять, но в крайнем случае молча осуждать все действия власти. Если понадобится, воевать, а взамен обещание содержать в тепле и сытости. Все, кто в эту систему взаимоотношений не вписываются, либо сидят, либо уехали. То есть, по сути, речь об отрицательной селекции. Система пока держится на доходах от сырьевой ренты, но рента вещь ненадежная. Сегодня есть, а завтра цены на нефть и металлы упадут, и... И на этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Влад. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok